Ещё до начала оглашения протоколов допроса Рамзи Хашек заявил о намерении сделать заявление. Но так как переводчик Мимоза Кортава от своих обязанностей отказалась, был объявлен перерыв. По его окончании судья Роман Квартия представил сторонам процесса нового переводчика Дали Лукишмария, вольно-наёмного бухгалтера МВД, филолога по образованию. В своём заявлении Рамзи Хашек попросил суд, чтобы в ходе просмотра видеограммы допроса было показано и насилие, которое, по его словам, над ним учинили. В противном случае, по словам Хашига, он будет писать жалобу в парламент республики. Пусть покажут, как положено всем народу, как надо мной издевались, вплоть до того, что штаны снимали и надо мной смеялись. Если не покажут, то он в главном запишет заявление. Судья Роман Квартия отметил, что жаловаться в любые органы власти является неотъемлемым правом подсудимого. При этом суд не может ничего изменить в имеющихся материалах дела. Подсудимый также заявил, что вопросы, задаваемые ему в ходе суда, должны звучать на абхазском языке, иначе он отказывается на них отвечать. После этого началось оглашение протокола допроса Рамзи Хашига, проведённого в ходе предварительного следствия 18 апреля 2013 года. В нём, в частности, упоминались детали покушения на президента Александра Анкваба 22 февраля 2012 года. Вопрос. Расскажите об обстоятельствах, известных вам по имевшему место до 2 февраля 2012 года покушению на президента Республики Абхазия Анкваб. Ответ. Аламасбе Иванович и Будбанзор, это их сделка была. Сперва Хасу сказали. Хас говорит, я двоих ещё найду. Алхаз нашёл своих братьев, Хутаба Тимура и Хутаба Астамура. Месяц, не помню, числа 10-го, привезли взрывчатку, две штуки были готовы. Сначала место искали, не могли найти. В одном месте Будбанзор показал в Кудаутском районе, но нам не понравилось. Это место было не доезжая до Приморского поста ГАИ, там, где стена у дороги. Там нам не понравилось место, и нашли другое место, то есть то, где состоялось покушение. Один раз положили, но не получилось, но торопил нас Алмазбек часть. Время покушения было назначено до инаугурации президента Республики Абхазия, но не получилось. До 2 февраля положили три штуки. Гранатомёты были, муха, пулемёт. Как вы знаете, покушение совершили. Окончив чтение протокола допроса, прокурор ознакомила подсудимого и его адвоката с листами дела, подписи, под которыми они признали своими. Затем суд перешёл к просмотру видеограммы допроса, однако слова подсудимого на этой записи были плохо слышны. Сначала по хронологии, то, что вообще, откуда это слово началось, и не знаю, но то, что не помню. До 2 февраля – это слово «связь иванович». Воскресенье Иванович, и тут кто-то взор, когда их дарапывали, сдём говори, кто-то было, «хасса» сказал, тогда «хасски», «хасски» добавили, И хаскрыть до двоих еще дойдет, нашел свои характеристики в культуре и в культуре с тобой. Здесь есть информация, число 10-го, когда люди приходят, лишь люди были готовы, только обзоры. Просмотр видеограммы допроса был прерван. Адвокат Рамзи Хашега Амини Логуа попросил суд по возможности улучшить качество воспроизведения, чтобы можно было понять, что говорят подсудимые. Председательствующий Роман Кварчи отметил, что для этого будут предприняты всевозможные технические меры. Суд принял решение продолжить просмотр видеозаписи допроса в пятницу, 28 марта. Рустам Зонтария, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова